Стало известно, как следственный судья и прокурор способствовали хищению средств со счетов ARMA, хищению 400 тысяч. Долларов со счетов агентства по розыску и менеджменту активов ARMA могли способствовать старший следователь главного следственного управления Национальной полиции Украины Наталья Медведева и прокурор офиса Генеральной прокуратуры Ашот Геваркян. Об этом пишет РБК Украина со ссылкой на расследование mind.ua. Сергей Киселев, владелец банковского ящика, из которого во время обыска были изъяты 400 тысяч долларов, а затем оказались на депозитном счете ARMA, пытался доказать следствию и прокуратуре, что эти средства не имеют никакого отношения к уголовному производству, расследуемому нацполом с 2012 года. 400 тысяч долларов – это средства, которые мой клиент вместе с партнером планировал потратить на инвестиционный проект строительства в Виннице. «Все соответствующие документы мы следствию предоставляли. Но эти аргументы их не удовлетворили», – объяснил адвокат Сергей Киселева Игорь Орлов. Ходатайство о наложении ареста подала старший следователь главного следственного управления Национальной полиции Наталья Медведева. Сергей Киселева об этом ходатайстве никто не предупреждал, поэтому добиться снятия ареста он попытался через суд. Печерский районный суд Киева принял решение об отмене ареста средств. Но следователь НПУ Наталья Медведева была категорически против возврата 400 тысяч долларов владельцу банковского ящика. Прокурор ОКП Ашот Геворкян обратился в Печерский районный суд города Киева с ходатайством о повторном наложении ареста на имущество. По данным mind.ua, на момент написания этого ходатайства вещественное доказательство, денежные купюры, уже находились в электронном, а не бумажном виде в банковской системе. Следовательно, они не хранили на себе следы преступления, и потому де-факто не является вещественным доказательством в трактовке уголовно-процессуального кодекса. Несмотря на это судья Вовк повторно наложил арест на купюры, которые уже находились в банковской системе. Сергей Киселев подал в апелляцию в Киевский апелляционный суд города Киева, чтобы отменить незаконное, по его мнению, определение суда. Но прокурор трижды не являлся на судебное заседание. По неявке прокурора рассмотрение дела переносили трижды. Неявку на заседание ВОКП объяснили тем, что у группы прокуроров отсутствуют сведения по поводу сообщения о назначении рассмотрения апелляционной жалобы. На судебное заседание прокурор пришел только через три месяца после подачи апелляционной жалобы, 27 октября 2020 года. В этот же день апелляционный суд Гокиева отменил право управления армой изъятыми из сейфа 400 тысяч долларов США, оставив в силе только арест этих денежных средств. То есть приказал, чтобы средства переместились со счетов Арма к следственной судье Наталье Медведевой. Но процессуальный прокурор Калинин вопреки решению апелляционного суда, так и не дал указания следователям, чтобы те вернули средства из Арма Майнд. UA пишет, что если бы прокурор Геворкян и Калинин и следственная судья Медведева выполнили решение Киевского апелляционного суда от 27 октября 2020 года, то и преступления о похищении средств не произошло. По такой логике именно из-за бездействия следователей прокурора, средства незаконно оказались на счету подставного лица Игоря Короля. Напомним, в рамках уголовного производства бывший главы Арма Виталий Сигидин, его заместитель Владимир Павленко, руководитель управления менеджмента активов Вахтанг Бачришвили и начальник 1 отдела управления менеджмента активов Армы Егор Сигарев, подозреваются в присвоении растрате или завладении чужим имуществом. Кроме этого другие фигуранты дела Оксана Сирокурова и Денис Сердюк также подозреваются в организации преступления, а Игоря Короля определяют как пособника преступления. Напомним, 13 июня 2018 года в апелляционном суде Киева отказали САП и Арма в предоставлении разъяснений относительно судебного решения о снятии ареста с 92 миллионов гривен ООО Elite Development, которая принадлежит городскому главе Одессы Геннадию Труханову.